В Туле прошел финал Кубка России среди женщин по решению шахматных композиций. Соревнования длились три дня и начались с опен-турнира, где побороться за победу смогли абсолютно все любители шахмат, в том числе мужчины. Победителем стал туляк Данила Моисеев. В оружейную столицу приехали шахматисты из нескольких регионов страны, но главные фавориты – хозяева турнира. Один из них – Александра Сафронова, чемпионка Европы по шахматной композиции в возрастной категории до 18 лет. Мы готовились дистанционно, тренировались, у нас были занятия два раза в неделю. А это мой первый турнир вообще за все время пандемии, поэтому непривычно, конечно. Соревнования прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На входе участникам измеряли температуру, обязательно обработка рук антисептиком и ношение масок, плюс соблюдение дистанции. В масках, признаются спортсмены, непривычно и неудобно думать. Шахматную композицию называют поэзией шахмат. Это решение задачи этюдов при создании искусственных позиций фигур на доске, например, объявить мат в указанное число ходов. Шахматы – это такая вещь, она развивает и память, и абстрактное мышление. А тут человек сам с собой, ситуацию для себя в голове прорисовывает, зависит все от него, от его фантазии, от его развития, от его уровня. Самая опытная участница – Мариана Полетова, мастер-фиде по шахматам. Тренером работает почти 37 лет среди соперников, в том числе и ее воспитанники. Я больше для удовольствия. Я просто люблю думать, решать разные задачи. Не обязательно шахматные. Просто натура такая с детства. Просто для удовольствия. Нет никаких спортивных целей я не ставлю. А если победите? Буду рада, но этого не случится. Победило действительно молодое поколение. Третье место у Светланы Тишовой, представляющей Москву. А вот тулячки Лилия Косолапова и Александра Сафронова набрали одинаковое количество баллов. Первая потратила на решение меньше времени, а потому и взяла кубок. Шахматами вообще занимаюсь очень давно. Еще с детского сада. От шести. А шахматной композицией года три занимаюсь. Ну вот последний год… Какие успехи? Успехи были сначала. Потом я немножко забросила. И сейчас как бы снова начала заниматься. Призовой фонд Кубка составил 30 тысяч рублей. Треть получил победитель. Заметим также, что лучший результат в финале показал все тот же Данила Моисеев, набравший максимальное количество баллов. Но выступал туляк в женском кубке, конечно, вне конкурса. Цель – потренироваться после долгой паузы из-за пандемии. Данила Моисеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова